Накануне, 1 июня, на Троекуровском кладбище свой последний приют нашла актриса Анастасия Заворотнюк. Проводить звезду сериала «Моя прекрасная няня» в последний путь, пришли сотни людей, родственники, друзья, коллеги, поклонники. Белоснежный гроб Анастасии буквально утопал в цветах. Во время панихиды многие обратили внимание на вдовца, фигуриста Петра Чернышева. На разбитого горя мужа Заворотнюк было больно смотреть. Петр был безутешным. Момент, когда Чернышев поцеловал крест на могиле жены и заплакал, разрывал сердце на части. Анастасия Заворотнюк боролась с раком мозга 5 лет. Все это время Петр Чернышев был рядом с супругой. Фигурист работал на износ, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение избранницы. Спортсмен с достоинством прошел через все испытания, не потерял лицо. Именно таким должен быть настоящий мужчина. Из трагедий Петр Чернышев не устраивал шоу. Не было никаких сборов, походов по скандальным программам, торговли деталями лечения и кадрами из больницы. История Чернышева и Заворотнюк доказывает, что настоящая любовь существует. На фоне Фриске и Шепелева небо и земля, конечно, отмечают пользователи сети. Певица Жанна Фриске, напомним, как и Анастасия Заворотнюк, умерла от глиобластомы, опухоли мозга. Исполнительница хита Малинки боролась с раком 2 года. Ее безуспешно лечили в России и за рубежом. Был объявлен сбор средств на Первом канале. Пока Фриске боролась за жизнь, вокруг ее имени не утихали скандалы. Апогеем стала публикация в СМИ фотоизмученной болезнью Жанны в инвалидной коляске. Тогда же появились предположения, что снимки репортерам слил гражданский муж певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев. Мол, слишком слащавым и неискренним он выглядел на кадрах с тяжело больной женой. На похоронах Фриске в 2015 году поведение Шепелева также казалось странным. Телеведущего не было на гражданской панихиде, он прилетел из Болгарии только на похороны. Журналистом Дмитрий заявил, что не мог присутствовать на прощании, так как не с кем было оставить маленького сына Платона. На похоронах шоумен стоял у гроба молча и не общался с родными певицы. К тому моменту отношения Шепелева с семьей Фриске были окончательно испорчены. Через несколько лет папа Жанны, Владимир Борисович, обвинил неофициального зятя в неподобающем поведении на траурном мероприятии. Отец певицы заявил, что Дмитрий травил анекдоты, смеялся и инсценировал попытку самоубийства. Субтитры создавал DimaTorzok